В шоуруме Высшей школы журналистики и медикомуникации Казанского университета прошла открытая лекция «Научная коммуникация в открытом доступе». Лекцию для студентов провел российский журналист, продюсер, президент ассоциации интернет-издателей Иван Засурский. Спикер отметил, что если чем-то заниматься с полной самоотдачей, 5000 или 10 тысяч часов, то вы сможете стать гением в этой сфере. Правда, здесь есть одно но. Есть одна проблема, что когда мы учимся чему-то очень сосредоточенно и полностью этому себя посвящаем, то мы на самом деле попадаем во что-то вроде эффекта тоннеля. То есть, если вы знаете такие ученые, которые всю жизнь какую-то изучают проблему, им иногда в конце жизни особо не с кем даже бывает поговорить, потому что они так долго роют свой тоннель куда-то, так глубоко копают, что потом рядом не оказывается никакой живой души. Оценки в школах, дипломы высших учебных заведений – все это имеет свойство с течением времени обесцениваться. А почему? На этот вопрос попытался ответить спикер встречи Иван Засурский. На самом деле, что произошло? Произошла как бы девальвация ценности дипломов. Работодатель не очень доверяет дипломам, которые видят. Вот человек вот он отучился где-то, он не знает, насколько может быть хорошо человек это все как-то усвоил. Журналист также затронул актуальную тему покупки и списывания дипломов о высшем образовании. В 2005 году, антиплагиат говорит, каждый второй диплом был фальшивый полностью. То есть, это был какой-то диплом, который сдавался второй раз. В нем все было как раньше, только титульная страница менялась. Сейчас они говорят, ситуация стала лучше. В прошлом году каждый третий диплом – левый. Все это приводит к тому, что нынешнее поколение упрощает себе учебу всеми удобными способами. А работодатели уже не доверяют дипломам о высшем образовании. И в результате, не только в России, но и в других странах, выросло несколько поколений людей, которые в принципе не имеют никакой привычки читать книжки, потому что они привыкли покупать или где-то в интернете брать письменные работы. Несмотря на все это, среди молодежи всегда были, есть и будут люди, желающие получить реальные знания и зарекомендовать себя с положительной стороны перед будущим работодателем. Например, когда работодатель говорит, мне нужно, чтобы кто-то из студентов поднял, разработал вот эту тему. Я много людей так на работу брал. Даешь человеку тему для курсовой или для диплома, человек хорошо бы не разобрался. Сделал концепцию, сделал презентацию, сделал проект. Как его не взять потом на работу, если он уже понимает вообще о чем речь? Анна Глазунова, Ленардо Влесьяров, Универ Ньюс.